Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и в этом видео мы поговорим о чём-то действительно интересном и новом, ведь Банжи поделились первой информацией о грядущем крупном аддоне «Отвергнутые», которая выйдет 4 сентября. Нас ждёт много важных изменений, новых режимов, врагов, оружия, локаций, короче, дофига всего, давайте разбираться. Для начала, давайте посмотрим, о чём будет это дополнение. Как сказано в официальном пресс-релизе, после череды раздоров остатки Рифа погрузились в беззаконие. Нам предстоит расследовать недавние беспорядки и изучать новые регионы. Первым станет «Спутанные берега», новая часть Рифа, на которой прежде нам не доводилось побывать даже в первой части. Это некое, ммм, даже не гетто, это целый заброшенный и забытый участок, образованный из столкновения астероидов. На нём поселилась куча плохих парней, воров, убийц и прочего отребья. Представлять весь этот ужас будет новая раса – презренные падшие. И хоть это и всё те же падшие, но выглядят они как совершенно другие противники. Очень жутко, агрессивно и злобно. Лидеров презренных зовут баронами, и это самые страшные противники на этих землях. Каждый барон уникален по-своему. Нам предстоит принять участие в некой охоте на баронов, где каждому боссу будет нужно подобрать особую тактику боя. Теперь о горячих геймплейных изменениях. Новая система вооружения. Система слотов изменена, но она стала для всех большим сюрпризом. Это не простая калька с переносом логики из первой части, а совершенно что-то новое. Теперь вы можете играть с экипированным оружием, как в первой части. Например, револьвер, снайперская винтовка и ракетница. Можете оставить, как сейчас, два праймери и хэви. А можете хоть три дробовика взять в каждый слот, если уж вы очень любите дробь, например. Короче, что-то совершенно новое, что заставит хорошенечко подумать, то с каким оружием идти в налет, с каким набором в гарнила, а с каким в рейд. Еще больше задач возникнет от того, что вернулись рандомные роллы перков на оружие. Да-да, теперь каждое оружие, которое вам выпадет, будет иметь уникальный набор характеристик, и вы будете не просто хотеть выбить какую-нибудь Атланту или подарок Уриила, а еще и искать тот самый идеальный набор перков. Это просто потрясающе. Игроки ждали этого самого релиза игры, и ну неужели это случилось? Отдышались? Знаете, что еще? Новые суперспособности. Офигеть! Ну, вообще, этого никто точно не мог ждать. Теперь вы не просто выбираете подкласс, но еще и выбираете его суперспособность. Скажем, стрелку можно поставить не золотой пистолет, а набор из россыпи метательных огненных ножей. У Титана появится огромный солнечный двуручный молот по типу Секиры из Rise of Iron, у Варлока мощный луч электрической энергии, короче, одна способность круче другой. В общей сложности 9 суперспособностей. 9! Погнали дальше! Новый вид оружия. Луки. Они мощные, техничные и с разными способностями, но это почти что все, что о них известно. А, ну и то, что, конечно же, они безумно к лицу охотникам. Теперь о новой активности. Режим Гамбит. Это абсолютно новый режим. Ничего похожего я ни в одной игре прежде не встречал. Как это выглядит? Это как тюрьма старейшин из первой части, но двумя командами по 4 человека, которые соревнуются друг с другом. Звучит бомбически. Такая смесь ПВЕ и ПВП. В какой-то момент прохождения активности вам даже можно будет вторгнуться на территорию команды соперника, подгадить им и залететь обратно к своим, и воспользоваться преимуществом, оторвавшись от противника в счете. Каждая команда находится на своей арене, сражаются с волнами врагов и выбивают из них специальные ресурсы, которые нужно собрать и положить в банк. Банк отправляет их на ту сторону защитника и запирает с этим банк команды соперника, до тех пор, пока те не убьют специального хранителя. А когда ваш банк будет заполнен, вам останется только убить босса и все, раунд окончен, вы победили. Новый рейд. Нет, не на Левиафане. Совершенно новая локация под рейд и на этом рейде игрока ждет столько боссов, сколько не было ни на одном рейде в Дестине прежде. Ух, новая локация я сказал? Ну да. Целая локация под рейд. Город грез. Это место рождения пробудившихся или, если угодно, эвокинов. Эй, ветераны с первой части, знаешь, как Банжи обозначили новый рейд? Это если бы Вокки Дредноут сделали ребенка. По больному бьют, скажи ведь. Неужели и правда так круто получилось? Там нам и секреты, и головоломки, и сильные противники, и скрытые локации, которые будут открываться не сразу. Особенно заинтриговало то, что, по словам Банжи, игроки, идущие в рейд, меняют его облик для всех остальных игроков. Как это? Город грез, который мы увидим на старте, будет отличаться от того, каким мы увидим его спустя месяц игры. А что для Чилла? Вот чисто для того, чтобы расслабиться. Ну, коллекционирование. Банжи показали новое меню коллекции. Это страница в инвентаре, которая покажет, что вы уже собрали, а что еще нужно найти. Также была добавлена страница Триумфа. Это тот самый список ваших достижений в различных частях игры и со специальными наградами. Важно понимать, что это полное переизобретение Destiny 2. Абсолютные изменения во всем. Экономика, баланс, система лута, достижений, локации, новые персонажи, активности, все другое. Предзаказ на дополнение, отвергнутое, уже открыт. На PS4 стоимость начинается от 2490 рублей. Анонсировано издание с сезонником на три маленьких DLC во втором году, как Кассирис и Военный Разум сейчас. И я бы советовал выбрать сразу издание с сезонником, потому что Банжи настроены решительно. Игра наконец-то может превратиться в хобби. Меня пока что все до чертиков радует. Надеюсь и вас тоже. Новостей обещают еще больше на Е3, так что не забудь подписаться на канал, поставить лайк. И тогда точно не пропустишь самые горячие и свежие новости о Destiny. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok